Добрый день, дорогие господа и дамы, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать книгу Седоролан. Сегодня у нас лекция номер 11, в которой мы поговорим о событиях, происходящих в нашей недельной главе, в главе Толу-Год, говорящей о жизни Якова Вин. Дело в том, что наш праотец Яков имеет некую характерную особенность в его жизнеописании в Торе, в том, что это первый человек, про которого мы с уверенностью можем сказать, что у нас есть его биография, у нас есть повествование о том, как проходит беременность его мамы с ним, у нас есть описание того, как момент, когда он рождается, у нас есть описание его подросткового периода, у нас есть описание его родозанятий, у нас есть описание событий, происходящих в его деятельности, и отношения его с своим братом, соотношения его с родителями. У нас есть описание его работы, его жених, его детей, его скитаний по миру, его внутрисмейных отношений, его отношения с людьми вокруг. Это довольно детально записано. Но при этом достаточно ли у нас информации, чтобы составить некую хронологию жизни Яковлева? В действительности не совсем. Поэтому опять будем прибегать к методу, которую автор Седора Ламы говорит, строчь, которая приходит не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы объяснить. Так, дорогие друзья, давайте приступим к нашему тексту и почитаем Седора Ламы, который нам говорит буквально следующее. Наш отец Яков, во время, когда он был благословлён своим отцом, ему было 63 года. В этот момент умер Ишмель, как написано, и увидел Исаав, что благословил Исхак Яков и сказал ему, иди, попада на раму, возьми себя оттуда, жену. Послушался Яков своего отца, ушёл туда, и увидел Исаав, что плохи в глазах его отца дочери Кнаана, и пошёл Исаав к Ишмаэлю. Давайте, может быть, даже поподробнее посмотрим, что говорится в Торе. В Торе говорится следующее. «И пошёл Исаав к Ишмаэлю, и взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Навайота, помимо своих жен, себе в жёны». Из этого будет делаться заключение следующее. Говорит Седор-Улам, ставим дальше в Седор-Уламе. «Эйн ламар охот Навайот». Не надо было говорить, что она сестра Навайот. То есть Махалат, на которой женился Исаав, написано, что она дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестра Навайота. Зачем нужно было говорить, чья она сестра? Не нужно было этого говорить. А зачем же это тогда было сказано? Мы и без этого поняли, что она его сестра. Почему это нужно было говорить? Научить нас, что Хедушин, то есть процесс обручения, произвёл Ишмаэль, а потом умер и выдавал замуж Исааву и её уже и её брат, это брат Махалат, Навайот. Кстати, именно Навайот довольно исторически известное. Есть целое арабское племя Набатеянс, откуда, допустим, происходит мать царя Ирода. Они жили в современной Ордании, юга от неё, частично вытеснили потомков Исаава с их территории и жили к юго-востоку от Израиля. Вот такой навайот. Так вот, зачем надо говорить было здесь навайот? Единственная ли это интерпретация, что в этот момент умер лишь Майя Ирланд? Конечно же, нет. Возможно, и другие интерпретации, но для того, чтобы иметь чёткую, отправную хронологическую точку по принципу Раби Йоси, он должен здесь рассматривать, что это должно произойти, вот эта же нить должна произойти в чётко определяемый период жизни Ишмаэля. Здесь фигурирует Ишмаэль, его сын, его дочь. Когда это произошло, это должно быть в чётко определяемый момент жизни Ишмаэля. Момент жизни Ишмаэля в данном случае у нас будет следующий. Я вам приведу, как это более широко описывает Талмуд, вавилонский Масэхат Магилах. Лама немну шнатавшим и шелит Ишмаэль, элея хэсбэм шнатавшим Яаков. Зачем вообще в Торе было написано «Житие Ишмаэля», что он жил 137 лет? Ну зачем нам это нужно, говорит? У нас есть важная вещь, которую из этого мы можем учить, чтобы мы могли определить хронологические даты в жизни нашего праотца Якова. Как написано, что Ишмаэль жил 137 лет, насколько старше Ишмаэль Ицхака? На 14 лет. Это у нас уже фигурирует в предыдущих лекциях. Аврам Авину было 86 лет, когда родился Ишмаэль, ему было 100 лет, когда родился Ицхак. Получается, между Ицхаком и Ишмаэлем 14 лет. Опять, вопросы месяцев, я надеюсь, мы возвращаться уже не будем, подразумевается, что всё округлённое. Дальше. А сколько лет было Ицхаком, когда родился Яков? 60 лет. Получается, что Яков младше Ишмаэля на 74 года. Дальше. Говорит Талмут. Как мы учили, почему написано, что это сестра Навайота? Талмут здесь цитирует Седеролам и говорит из того, что она, написано, что она дочка Ишмаэля, разве мы не понимаем из этого, что она сестра Навайота? Талмут говорит, для чего же это было написано научить себя, что осветил её, то есть обручил правильность Майель, а выдал замуж её, не воёт её врат. Из этого получается, если мы, как говорится, опять это видимся, откуда это получается? Вот у нас Майель 89 лет, когда умирает, Авраам Авину. Цхаку в это время 75 лет, Яков Авину в это время 15 лет. 160 лет разница между Авраамом и Яковом. 100 лет, когда родился Ицхак, 60 лет, после этого, когда родился Яков. То есть 15 лет. Получается, что разница между Ишмаэлем и Яков Авину, как говорил Талмут, нам даются года Ишмаэля для того, чтобы рассчитать периоды различной жизни Якова, Абину, между ними получается 74 года разницы. 74 года. На, теперь, Ишмаэль прожил 137 лет. Если мы вычислим из 137 лет 74, у нас получается 63 года. То есть интерпретация Талмуда, для чего надо было сказать, точнее, Седора Лама, который вавилонский Талмуд принимает и цитирует, что нам надо найти, где-то это может быть среди жизни Ишмаэля было, может быть, это после смерти Ишмаэля вообще было, тогда невозможно вообще ничего определить, это все серые зоны, где-то до смерти Ишмаэля тоже серые зоны. А вот смерть Ишмаэля это конкретная, четкая, определяемая, корой данная цифра. 137 лет он жил, и раз так, то именно к этой определенной, четко определяемой цифре надо будет завязать событие благословения Якова, которое в Торе не имеет никакой хронологической даты. По-настоящему в Торе не написано, когда это было. Нам надо это с чем-то связать, и вот связывается это именно, что в это время умер Ишмаэль, зацепка идет, что это сестра Невайота, это Махалат была, умер, Ишмаэль ее engagement сделал, то есть он обручил ее, а выдал замуж ее старший брат. Получается, что тогда Якову и Эсаву в это время 63 года. Опять, к этой цифре в данном случае можно прийти только используя метод Робиоси, строчка Тора идет не скрыть, а объяснить, нам надо искать конкретную четкую цифру, отсюда появляется вот это число 63, как возраст Якова Вабина во время благословения. Является ли это единственной интерпретацией? Более, даже больше надо сказать. Является ли это интерпретацией без шероховатости? Шероховатости есть. И о шероховатостях поговорим сейчас с вами. И это, в принципе, довольно наглядно эти шероховатости видны. И мы увидим, как они решаются в Седер-Уламе, в флумидической литературе вообще. Значит, одна из интерпретаций может быть очень простой. может быть, Ишмаэль, упомянутый в нашей строчке, что пришел эсав к Ишмаэлю. Может быть, Ишмаэль это вообще не конкретный человек в данном случае, а кальмон. Племя Ишмаэля. И Навайот, его лидер, он выдает свою сестру и замуж, и гейджман делает и так далее. То есть, в данном случае Ишмаэль может быть интерпретирована как народ, так же, как Исраэль является народом. Можно также сказать, что Навайот описывается здесь, потому что он является ее полным братом. То есть, если у Ишмаэля было несколько дочерей, потому что у него было несколько от различных жен, то тогда неудивительно, что упоминается та дочка, которая сестра Навайот. Тогда в данном случае Навайот не лишняя идентификация, а Навайот это необходимая идентификация, потому что у Ишмаэля были и другие дочери, которые не являлись полными сестрами Навайот. Также может быть еще и третья интерпретация, а может быть вообще по закону всех времен старший брат, который являлся наследником отца, даже при жизни отца имел право определять размер приданного, которое дается своей сестренке в случае женитьбы. То есть, многие вопросы интерпретации могли возникать, которые не обязательно гарантировали нам конкретную дату. однако эти интерпретации для хронологических выводов создают только серые зоны, как мы уже с вами сказали, серые зоны это не тот путь, по которому автор Север-Лама выбирает. Кстати, поскольку мы заговорили о женах Ишмаэля, еврейской традиции, во всех Медрашах написано, что у Ишмаэля было две жены, по крайней мере две жены. Причем, вы знаете, это очень приятно это читать, интересно, у нас есть строчка в Торе, которая в голове в Иране, которая говорит буквально следующее, давайте с вами глянем на эту строчку, строчка говорит буквально следующее, Всевышний был с Анааром, с Ишмаэлем, поигдал, и он вырос, с Ваешевами, он жил в пустыне, стал лучником, и жил он в пустыне Паран, протекахло имо, и мама взяла жену из земли Египта. Вот на эту строчку у нас существует, Аргумонкилус переводит ее так же, Рафсадига на арабский язык переводит ее более-менее дословно так же, а вот очень интересен Таргум, который называется псевдо-йонатан в образованных кругах интеллектуальных, религиозных, а в кругах людей малообразованных он называется Таргум-йонатан-бен-узейнат. Сейчас из этого перевода мы наглядно увидим с вами, что только, к сожалению, малообразованные, человек может назвать, судя по всему, не читавший этот Таргум, и, судя по всему, тоже не читавший Талмуд Масахет Магила, может назвать, дать такое название этому переводу, переводу, сделанному явно в Израиле, явно где-то в 9-10 веке в последней редакции его были сделаны. посмотрите, как этот переводчик переводит эту строчку. Пишет он так, во-я-те-в-бамид-а-ра-да-паран, он жил в пустыне Паран, это нормально, он сев-ид-та, он женился, взял жену себе, яд-а-иша, взял жену себе, ай-иша, по-тархе, и развелся с ним. Он сиба, лей-име, яд-фатима, и ттами-арадами сраим, и взяла ему, мама его, фатиму, жену из земли Египта. Ну, как говорится, для людей, которые, может быть, не знают истории, имена ничего не значат, ну, есть ай-иша, есть фатима, но в действительности здесь, когда они упоминаются рядом с Ишмаэлем, прародителем Ашмана, арабов, имена этих женщин не случайны. Ай-иша – это третья и любимая жена Магомеда, основателя ислама, и святой человек для суннитов, и не очень авторитетный человек для шиитов, а фатима – это дочка Магомеда, основателя ислама, и святой человек для шиитов, и не совсем уважаемый человек для суннитов. При этом потомки фатимы руководили Египтом, династии фатимиды были. И вот здесь в этом переводе говорится, что Аиша – хорошая жена, и с ней разводятся Ишмаэль, а фатима из Египта – она хорошая. И хорошая фатима из Египта – это бесспорно показывает, что этот редактор жил в арабские времена, во времена фатимидского халифата, может быть, даже во времена его владычества над Израилем, явно симпатизировал им больше, а может быть, они симпатизировали шииты, фатимиды, симпатизировали евреям намного больше, а может быть, с суннитами были отношения более напряжённые. То есть, вот в этом Медраше, понятно, что никакой Йонатан бен-Узель, живший 800 лет до этого, 900 лет до этого, не писал, тем более, что Талмуд Масахет Магила конкретно говорит, что Йонатан не переводил Хумаш, он переводил пророка в книге. Дай Бог здоровья всем тем, кто называет этот перевод Йонатана бен-Узель. Ну, не будем, как говорится, заострять внимание на весёлых моментах еврейской библиографии, а давайте посмотрим с вами на другой Медраж, Медраж Сефирая-Шар, скорее всего, вавилонского происхождения, Медраж. Ну, трудно сказать, опять, это очень трудно сказать, так здесь говорится о Ишмаэле, то же, что вот он начал жить в Пен-Паран, и жена Ишмаэле, которая упоминается здесь, что написано здесь так, что сначала ему жена, его мама взяла ему взяла ему жену из Египта и звали её Мариса. Эта жена оказалась нехорошей, Аврам Авин в Рамавину, браковал её, сказал, что она недостойная быть членом нашей семьи. И вот, пожалуйста, в Атиках Гагар Ливна Ишами Митсраин взяла Гагар своему сыну, жену из Египта, её звали Мариса. Кстати, Мариса – это хорошее латинское имя. Морица на американском языке это часто звучит. Это значит морская. Это латинизированное имя из Египта. Ну, может быть, когда это писалось, там, в Меграж писался, там заправляли ещё, может быть, римской провинции византийской она была и встречались такие имена. Мариса. Ну, по-русски это была Маришка. Мариша, Мариночка. Вот такая вот, но оказалось, она не совсем хорошая, она покрывала трёхэтажными матюгами своего мужа периодически и детей, и как-то от неё Ишмаэль избавился от этой Мариши и вот женился потом на жене из Кнаана. Вторая жена была хорошая. То есть, согласно Сепера Ешар, первая жена из Египта и зовут её Мариночка, и она такая вот матершинница и крамольница, а вторая жена Кнаанка. А из перевода, который в Израиле сделан, там наоборот как-то видно, что первая жена она местная, вроде какая-то Аиша, совсем хорошая, а вот вторая это Фатима, она очень хорошая. Ну, понятно, то есть, у Ишмаэля было много жён, и в любом случае библиография еврейская, вот эти вот мидражи перевода очень часто и интересно отражают историческую реальность во времена их написания. Окей, едем дальше. То есть, интерпретации этой строчки могли бы быть, могло бы быть много, но опять, интерпретация, которую в данном случае признаёт Талмуд, это то, что Ишмаэль в это время умер, и на Байотт выдал её замуж полностью. Теперь шероховатости с этой интерпретацией. шероховатости будут сразу следующая строчка, следующая строчка в Торе. Не извиняюсь, не в Торе. Следующая строчка в Седор-Ламе. Седор-Лам говорит, Яков Авину, Аса, Яков Авину, Яков, Верц, Исраэль, Юдалит, Шанам, Мутману, Мишамешет Эвер. Яков Авину 14 лет учился Эвера, своего предка, в Израиле. Запомните эту важную вещь. 14 лет в Израиле Яков Авину прятался и учился у Эвера. То есть в 63 года Яков Авину выходит из дома, благословляет его папа, и в это же время он убегает и уходит, и в это же время Яков Авину попадает не в Падан-Арам, а попадает в Ешиву Эвера в Израиле, и там 14 лет живет. Откуда получается этот возраст 14 лет Ешивы? Он получается, верить или нет, как ни странно, если мы будем применять Седоро-Лам, принцип Седоро-Лама к жизни Яков Авину в перспективе, то есть идти от более раннего возраста к более позднему, у нас получится один возраст, когда он ушел из дома, а если мы будем идти от конца его жизни в ретроспективе, применяя этот же метод Седоро-Лама, мы получаем другое число, другой возраст. Давайте посмотрим, Для этого, дорогие друзья, нам понадобится, мы немножечко забежим вперед, но забежим вперед для того, чтобы как-то еще раскрыть тему нашей недельной главы, потому что 14 лет Ешивы не упоминается ни в предыдущей, ни в последующей главе, ни в нашей главе, они где-то вот между этим шабатом и тем шабатом, где-то между строчками Тора эти 14 лет проходят, 14 лет эти, автор Седоро-Лама эти 14 лет вот так вот создает, объясняет, показывает нам между строчками Тора. Давайте посмотрим, откуда эти 14 лет получаются. Еще раз, по-настоящему это, конечно же, шероховатость метода Седоро-Лама, но решается этот вопрос прекрасно. Давайте обратим внимание наше А5 на чарт. Здесь нам понадобится немножечко другой чарт. Чарт, вот этот, мы уже знакомы с этим чартом. Эвер. Первое, написано, что он 14 лет был в Эвере, у Эвера в Израиле. Нам надо будет разобраться с 14, с Эвером и с Израилем. Каждый из этих слов требует объяснения. Эвер здесь у нас вот этим розовым. Еще раз я скручу это сюда, вот он Эвер. Вот если мы посмотрим вот сюда, Эвер у нас розовый. Эвер умирает в возрасте 464 года. В это время Ицхак Авину точно 139 лет. Мы знаем, что Ицхак Авину старше Якова Авину на 60 лет. Получается, что Якова Авину, когда умирает Эвер, 79 лет. Все получается нормально. Если 63 года было Якову, когда он ушел из дома, 14 лет он был в Яшиве Шема Эвера. Получается 63 плюс 14 77. Через два года Шем Эвер, извиняюсь, умирает после того, как Якова Авину от него ушел. То есть он бесспорно мог все эти 14 лет учиться у Эвера. Эвер был тогда жив. Кстати, Седур-Лам это скажет, что Эвер умер через два года после того, как от него ушел Яков Авину. Опять это все получается из вот этих цифр. Если мы еще раз говорим, 63 года плюс 14 в Яшиве получается 70-70 лет. Когда умирает Эвер Ицхату 139 лет, Якова Авину 79 лет, это ровно два года после того, как он ушел из этой Яшивы. Надеюсь, понятно. То есть понятие, что во времена Эвера этой Яшива могла быть 14 лет, это бесспорно, это мы видим. Следующая вещь. Откуда мы эти 14 лет берем? Здесь немножечко, как говорится, непросто и интересно. Здесь надо будет нам посмотреть на вот эту таблицу, это другая таблица, обратите на нее внимание. Она немножко по-другому построена, можете, в принципе, не обращать на шкалу, идущую здесь наверху, посмотрите внизу. Аврам Авину приходит 75 лет в землю Кнаан, через 25 лет рождается Ицхак, Аврам Авину 100 лет через еще 60 лет рождается Яков Авину. Яков Авину прожил 130 лет до своего прихода в Египет. Когда Яков Авину приходит в Египет, он говорит фараону мне 130 лет. Мы туда цифры напоминаем. 130 лет Якова. Его сыну Йосефу, когда он стоит перед фараоном, когда его вытаскивают из тюрьмы, 30 лет. Это тоже открыто написано в городе. После этого он говорит фараону, что будут 7 лет благоденствия, сытости, а потом плодородия, а потом будут еще 7 лет голода. Это тоже какие-то цифры, и мы можем их сложить и получить. Мы также знаем, что Яков Авину по окончанию двухлетнего периода голода переезжает в Египет. Получается 7 лет плодородия, 2 года голода это 9 лет. Получается, что когда Яков Авину переезжает в Египет, Йосефу становится 39 лет. То, что когда его вытащили из тюрьмы, было 30 лет. Прошло 7 лет плодородия, прошло 2 года голода, 39 лет, а его папе в это время 130 лет. Ага, у нас появляются интересные цифры. И получается, что мы с вами можем рассчитать разницу между Йосефом и Яковом. Давайте благополучным образом это сделаем. Когда Яков Авину 139 лет, 139 лет, 139 лет, извиняюсь, Йосефу 39 лет. Получается, что разница между Яковом и Йосефом это 91 год. на каком ассамшене, на каких предположениях мы позируемся, что 2 года голода начались сразу после 2 лет, 7 лет плодородия, что 7 лет плодородия начались сразу же после того, как Йосеф вытащили из тюрьмы. Если это было все, между ними были какие-то промежутки, тогда возрасты не рассчитываются, получаются серые зоны, а Седоролам не признает серые зоны. Давайте обратим внимание на доску с вами. 91 год это разница между Яков Авином и Йосефом. У нас мы знаем, что Яков Авину 20 лет работал у Лавана. 20 лет он это много раз, горькие годы длил, он эту цифру много раз говорит, 20 лет я на тебя подпахивал. При этом мы также точно знаем, что из этих 20 лет, 14 лет он работал за двух жен. 7 лет за один раз и еще раз по 7 лет. 6 лет он работал за свою зарплату, получается. Яков Авину начинает требовать свою зарплату в Торе открытой, когда у него рождается Йосеф. Получается, что Йосеф родился через 14 лет после того, когда Яков Авину пришел к Лавану. Вот здесь у нас начинают вырисовываться даты. То есть получается, что Яков Авину пришел к Лавану согласно этому подсчету минус 14, когда ему было 77 лет. То есть история Учкудук три колодца происходила, то есть вторая из трех колодцев, первая была с Елизарем и Ривкой, вторая с Якова Авину, третья будет с Мошер Абейн. Получается, что история происходила, когда Яков Авину 91 год родился, у него родился Йосип, Йосип у него родился после 14 лет пребывания у Лавана. Получается, что Яков Авин пришел к Лавану, когда ему было 77 лет, а мы сказали, что он вышел из дома 63 года. Опять, вы видите, мы с Эдероламом идя ретроспективно, то есть 130 лет Якова, минус 39 Йосип, а у нас получается 91, минус 14 лет, когда он работал ножом, 77. Согласно ретроспективному анализу Седеролама, мы получаем, что Яков Авину колодца стоит, когда ему 77 лет приходит к Лавану. Согласно проспективному анализу, у нас получается, что Яков Авину 63 года, когда у него бархай, когда он уходит из дома. Посмотрите, эти две цифры не соответствуют друг другу. То есть выводы Седора Ламы в данном случае имеют серьезную шероховатость, равную 14 годам. И вот эти 14 лет отсюда и получаются. вот 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 она Яшива. 14 лет он провел в Яшиве. Ну, то есть, еще раз говорю, откуда эти 14 лет берутся, они берутся из-за того, что когда мы считаем одним способом, сначала получается такой возраст, считаем с конца, получается другой возраст, и между этими возрастами разница 14 лет, где они, чего они, они Яшива, они Уэвера и так далее. И в Израиле. Значит, с 14 мы тоже разобрались, откуда мы знаем, что это в Израиле происходило. Может быть, это происходило где-то еще, может, он, кстати, куда-то пошел потом туда. У нас есть Масахет Сан-Хедрин традиция. Масахет Сан-Хедрин говорит так, и Масахет Хулин на 91-й странице, и Масахет Сан-Хедрин тоже на 95-й странице говорится, что в день, когда Яков Авину вышел из Израиля, в этот же день он пришел к колодцу в Харане. То есть, получается, что вот этот весь период, 14 лет, Яков Авину должен быть в Израиле, потому что он пришел, когда он 77 лет, когда он находится в Харане, приходит к колодцу, он в этот же день вышел из Израиля. Получается, что все время до этого он был в Израиле. Получается, что эти 14 лет должны были быть проведены в Израиле. То есть, мы с вами показали, что Эвер жил в это время, что мы показали с вами, откуда 14 лет магические берутся, и мы с вами также показали, откуда делается вывод, что он в Израиле. Если еще раз говорю, если мы предположим, что сестра Ишмаэля, Эсав пришел к колену Ишмаэля, то есть, к коленам Ишмаэля, к народу Ишмаэля, к клану Ишмаэля, и там заправлял Новайот, его старший сын, и он выдал свою сестру замуж, то бесспорно понятно, что таких цифровых выводов не будет, и понятно, сколько лет будет Ишив, и вообще, тогда все может быть намного ближе и прочему эти цифры, разница просто между этими цифрами перестает быть. Так или иначе, какой здесь нам небольшой моральный урок есть? Один из моих учителей мне говорил, что слово Мазал, везение, счастье, сейчас мы переводим это как везение, счастье, понятно, что древние евреи переводили это словом планета, движущая звезда, движущаяся, да, слово зил, двигаться, Мазал, счастье, удача, это аббревиатура трех слов Маком, Зман, Лилмод, когда у тебя есть место, время, очи, тот везучий, тот счастливый, у которого есть место и время, возможно, в данном случае, если у нас образовалось свободных 14 лет по нашему расчету, самое правильное провести это время в учебе, лучше в праведниках, а еще лучше в Израиле и учить Тору. И вы знаете, однажды один Рош-Яшива, ныне покойный, Рош-Яшива, Яшива Хофицхайм здесь, в Нью-Йорке, задал своим студентам вопрос, он говорил, я понимаю, что Яков Авину 14 лет учился в Яшиве, я никак не могу понять, тогда были все бнейнох, что они могли 14 лет учить в этой Яшиве возраст, ну, слишком много получаю, лет на дуру, что там можно было так долго учить. И молодой человек, один ныне довольно большой, Талвин Хахам, Шалом Михалашвили, вместе со мной, будучи тогда молодым мальчиком, еще поехал к доктору Гугенхаймеру и задал ему этот вопрос. И доктор Гугенхаймер удивился сначала, потом сказал, в принципе, это очень просто, в нейнох должны знать все имущественные законы, потому что есть законы, запрещающие грабеж, воровство, то есть все баба-батры, баба-мецы, баба-камы, они должны знать, они обязаны устраивать суды, то есть судопроизводство, поэтому законы свидетельства, законы клятв, законы судей, законы казней, включающие в себя и Масахет Швот, и Акот, и Масахет Сан-Эдрин и так далее. Начал перечислять, он говорит, в действительности очень-очень-очень много Масахетот должны были вы изучать в этой ишиве. Когда тогда еще молодой ишива бог Шалва Михалошвили сказал своему ныне покойному Рош-йшиве Хоббетсхайме, ему этот ответ очень-очень понравился, и он его принял. То есть Маком Зман Лилмот Дай бог, чтобы у всех у нас было время учиться, место учиться, возможность учиться. Кстати, вы знаете, еще какую прекрасную важную задачу решает автор Седор-Лама вот этими 14 вроде бы неоткуда появившимися годами ишивами. Дело в том, что Яков Аюину, когда он уходит от Лавана, перед тем, как уходит от Лавана, у него есть пророчество, что вот ему надо уйти, но в этих пророчествах он видит баранов, спаривающихся друг другу, он видит там ангела, разговаривающие с ним. То есть человек занимался 20 лет скотоводством и так далее, пастухом был, и ему в пророчестве видятся бараны. В принципе, это неудивительно. А посмотрите, какое пророчество у Якова видит, когда он уходит из Эры Цесраэля и идет в Харан, ночью он видит лестницу, и ангелы Всевышнего поднимаются и опускаются. Бесспорно, только после 14 лет прекрасные ишивы человек видят сон, где не бараны или, я не знаю, ни коровы, ни колосья, а ангелы. То есть сон, который видит Якова Вину в следующей недельной главе, он бесспорно подходит больше всего именно под интерпретацию того, что до этого Якова Вину должен был усиленно заниматься и шить. Всем счастья и здоровья. Желаю, чтобы у всех у нас всегда были возможности изучать Тору время и место. В данном случае это интернет, где мы с вами можем изучать вот эти страницы Садарлама. До новых встреч в эфире. Всем всего самого наилучшего. С вами был Барухи Лабу.